Здравствуйте, многоуважаемые коллеги. Президиум Борис Сергеевич, приветствую вас. Тема сегодняшнего доклада... Сейчас его установят. Основные аспекты амбулаторной хирургии и вонкогинекологии. Ой, а как выключить свет, чтобы было видно? Свет. Вот это? Сейчас, да, открою. Ну ладно. На правах первооткрывателя сегодняшней сессии я поговорю вначале о том, что одним из перспективных направлений современного здравоохранения России по оказанию медицинской помощи населению в рамках государственной программы здоровья является развитие стационарно-замещающих хирургических технологий. И реализация данных мер направлена в первую очередь на улучшение показательной временной потери трудоспособности работающего населения, а также доступности онкологической помощи. Амбулаторная служба и, в частности, амбулаторная хирургия в онкологии – одна из приоритетнейших задач, так как простота и доступность высококвалифицированной специализированной помощи может быть обеспечена в короткие сроки, не нарушая привычного уклада работы и жизни пациента. А нахождение пациента в стационаре от двух до четырех часов в современное время достаточно предпочтительно. Это зачастую является критерием выбора места лечения. Важным аспектом в нашем учреждении является то, что практически все врачи амбулаторного и стационарного звена, обладающими навыками хирургии, обеспечены амбулаторными приемами. Поэтому пациент, выбирая себе лечащего врача, может быть уверен практически в индивидуальном сопровождении от момента диагностики, верификации диагноза до хирургического этапа лечения любой сложности. Этим обеспечивается ясность этапов лечения, информированность пациента, приверженность лечения и профессиональный подход. Основные цели амбулаторной хирургии в онкогинекологии, сейчас я начну уже о своей специализации, это верификация лечения предраковых заболеваний, гинекологическая локализация, дифференциальная диагностика злокачественных и доброкачественных образований, сохранение репродуктивной активности пациенток за счет ранней диагностики, лечения предраковых заболеваний, сохранение социальной активности, реализация концепции системы единого лечащего врача и системы преемственности оказания медицинской помощи, что успешно реализуется в нашем учреждении. Я сегодня остановлюсь на двух основных патологиях, которые наиболее актуальны в аспекте амбулаторной хирургии. Да, рак шейки матки – достаточно грозное заболевание, по данным Всемирной организации здравоохранения, является одной из лидирующих опухолей женского населения России и составляет около 5,3%, находясь на пятом месте, а в возрасте 30-59 лет занимает второе место. Необлазии шейки матки в структуре летальности занимают пятое место, а около 90% всех случаев рака шейки матки приходится на возрастной интервал от 35 до 50 лет – пик наибольшей социальной активности. Что очень важно, что 8% всех случаев инвазивного рака шейки матки выявляется у женщин от 18 до 35 лет, и средний возраст больных плоскоклеточной карциномой шейки матки – 48 лет. Цель скрининга рака шейки матки – одна из актуальнейших задач онкологии – активное выявление предраковых заболеваний на ранних стадиях рака шейки матки еще в приклинической фазе. Так вот, хирургия предраковых заболеваний, амбулаторная хирургия предраковых заболеваний рака шейки матки – это третичный этап скрининга, который заключается в лечении органа и тканесберегающими методами, что успешно может быть и должно реализовываться в амбулаторных условиях. Основным методом лечения при инвазивных форм рака шейки матки является конусовидная эксцизия. Это лечебно-профилактическая операция, позволяющая допиться полного излечения локальной вирус-папилломы инфекции и диспластических изменений шейки матки в 94% случаев. Единственный полноценный метод диагностики при плоскоклеточном раке шейки матки картинки не видно в диапазоне карцинома инситу и первая, а один стадия. Радикальное удаление патологически измененных тканей, что полностью соответствует онкологическим принципам и возможность тщательного гистологического исследования. И все это выполняется с целью сохранения физиологических функций женщины, включая репродуктивную. Одним из важнейших предиктивных факторов рецидивирования при инвазивной карциномы шейки матки является гистологический тип опухоли. И важно, очень важно, что патоморфологический отчет должен основываться на серийных срезах удаленной части шейки матки и содержать описание ширины и глубины патологической ткани, оценку состояния резицированных краев с указанием наличия или отсутствия интерпитолиального или инвазивного поражения. Гистологическое исследование резицированной части шейки матки должно содержать не менее 12 фрагментов, независимо от размеров удаленного конуса, и каждый фрагмент не менее трех срезов. Поэтому я призываю гинекологов и онкологов тесно работать и сотрудничать с патологоанатомами, которые должны давать абсолютно адекватный отчет проведенного хирургического лечения. Выскабливание цервикального канала – один из сложнейших вопросов, вернее спорных вопросов, стоит его делать или нет, потому что он повышает риск кровотечения из послеоперационной раневой поверхности и способствует формированию послеоперационного стеноза внутреннего зева цервикального канала. Так вот, при удалении пораженной части шейки матки применяются два основных метода. Это электрохирургическая петлевая эксцизия с зоной трансформации и конизация шейки матки петлей роговенка-геймса. Электрохирургическая петлевая эксцизия – это приоритет в основном европейских врачей и согласно европейским стандартам может быть допустимо применение этого метода более щадящее в отношении строма шейки матки, так как толщина иссякового слоя ткани шейки матки составляет не более 6 мм глубиной. А данная рекомендация основывается на утверждении, что средняя глубина поражения ткани тяжелой дисплазии составляет 1-2 мм, но не более 6 мм. И поэтому по всем рекомендациям и по нашим европейским целесообразно данную методику дополнять выскабливанием цервикального канала. Схематически изображена электрохирургическая петлевая эксцизия и видно, что остаточная часть цервикального канала достаточно велика. В России же больше применима конизация шейки матки петлей раковенка Геймса. Процедура конизации в отличие от ЛИП предусматривает более полноценное удаление ткани цервикального канала вплоть до полного иссечения, что является важным прогностическим критерием и дополнительным диагностическим маркером развития рака шейки матки, позволяя выбрать адекватную тактику лечения и наблюдения. Так вот, в данном случае дополнительно выскабливать цервикальный канал не рекомендуется или можно этого не выполнять. Некоторые авторы указывают на целесообразность цитологического исследования остаточной части, особенно при железе и дипластических изменениях. Второй достаточно актуальный вопрос – это возможно ли консервативная тактика при железе и цервикальной карциноме ин-ситу. Известно, что железе и тип рака шейки матки отличаются более агрессивным течением с частотой рецидива при инвазивных форм до 20%. Поэтому, вернее, не поэтому, обнаружение при инвазивной железе и карциномы шейки матки не опровергает консервативную тактику лечения в репродуктивном возрасте, особенно с желанием пациентки реализовать репродуктивную функцию. Но требует обязательной повторной конизации шейки матки при выявлении положительных гистологических результатов в краях резекции и особенно тщательного последующего наблюдения с ПЦР-тестированием. Известно, что в случае железе и диспластических изменений инвазивная форма рака выявляется до 17% случаев пациенток, а в 14% женщины с отрицательными краями первичной резекции со скобой из цервикального канала имеют остаточную патологическую ткань. На основании всего этого можно сделать вывод, что отрицательные гистологические данные краев выполненного коднуса и последующего кюритажа шейки матки не могут в достаточной степени гарантировать излеченность от заболевания. Поэтому у женщин с реализованной репродуктивной формы и в менопаузе консервативное введение железистых форм интраэпитериальных поражений недопустимо и требует обязательного радикального хирургического лечения. Вторая патология, которая наиболее часто, наиболее актуальна в плане амбулаторной хирургии, это рак тела матки. И хотя это в основном возрастная патология, которая диагностируется у женщин в пре- и постменопаузе, средний возраст заболевших составляет 63 года, в 5 до 30% случаев рака эндометрия выявляется у женщин менее 40 лет. Существует множество факторов риска, наиболее клинически статистическими значимыми, из которых являются рецептивирование гиперплазии, эндометрия, ожирение, синдром поликистозных яичников, патологические образования яичников в анамнезе, бесплодие первичное и вторичное, сахарный диабет второго типа, сочетанная патология матки, наследственная отягощенность, гипертоническая болезнь и возраст старше 5 лет и многое другое. Поэтому гинекологов все эти гиперпластические процессы и фоновые заболевания, и сопутствующие заболевания должны настораживать в плане гиперплазии. Пятилетняя выживаемость раком тела матки достаточно велика при первой стадии 82%, но следует помнить, что поражение первой стадии не так редко связано с поражением тазовых лимфатических узлов около 3%, поражение параортальных лимфатических узлов чуть менее 2%, глубокая инвазия миометрия, распространение опухоли в придатках и сосуществующего образования яичников. Самым простым доступным обладающим высокой ценностью методом первичной диагностики патологии матки является ультразвуковое исследование малого таза. Однако в онкологии я четко уверена, что это должны быть ультразвуковые специалисты-онкологи, которые могут дифференцировать хотя бы предварительно доброкачественные и онкологический процесс. Данные снимки предоставлены мне любезно предоставлены специалистам ультразвуковой диагностики Мешковой Ирины Евгеньевны, замечательный специалист. И на этих снимках видно, насколько тонка грань между доброкачественным заболеванием, полипендометрия, а это уже минимальный рак эндометрия, который и картинки фактически идентичны. Закуда гиперплазия, эндометрия и рак эндометрия. В принципе, идентичные картинки и только специалист, четко знающий, что нужно видеть, заметит вот это небольшое разрушение около эндометриального ободка и минимальную инвазию миометрия. Очень сложным является процесс АТП в полипе эндометрия, потому что на эхограммах это абсолютно доброкачественный процесс, визуализируется как абсолютно доброкачественный процесс. Поэтому ультразвуковая эхография не может дать информацию морфологической картине гиперпластического процесса. Видимо, поэтому он и не является скрининговым методом. Но ценность УЗИ как дополнительного метода исследования в том, что позволяет сформировать показания для дополнительного углубленного обследования, зачастую определяет возможность диагностировать патологические процессы до появления его клинической симптоматики. А таких пациентов достаточно много. Это 6% от всех случаев рака эндометрия. По данным ряда авторов, в 70% случаев гиперпластические процессы матки предшествуют раку тела матки. А в 20-79% в течение 1-3 лет атипическая гиперплазия эндометрия злоков числяется в рак, что определяется морфологическими особенностями патологического процесса. В случае локальных поражений гистологическое исследование аспирата из полости матки или раздельное диагностическое выскапливание матки может быть малоинформативным. И чтобы диагностировать начальный онкологический процесс эндометрия, обеспечить ранний старт и лучший результат лечения, возможность гистероскопической визуализации всего эндометрия дает большое преимущество проведением прицельной биопсии, особенно на пациентах с очаговым поражением и полипами эндометрия, увеличивая диагностическую точность обследования пациенток с подозрениями на онкопатологию эндометрия. А в случаях бессимптомных образований комбинация вагинальной сонографии и гистероскопии является оптимальной для выявления патологических находок. Гистероскопия является ценным лечебно-диагностическим методом лечения предраковых трансформаций эндометрия, а при заинтересованности пациентки в сохранении менструальной репродуктивной функции несет решающее значение в контроле и принятии решения возможности проведения консервативной терапии и оценки дальнейшей ее эффективности. Он обладает высокой чувствительной специфичностью как диагностический метод. Использование гистероскопии и биопсии для диагностики патологии приводит почти к стопроцентной и точности диагностики рака эндометрия и выявлению фоновых и предраковых заболеваний. И это идеальный метод для обследования и лечения женщин, которые имеют аномальные маточные кровотечения, позволяют сформировать группы риска, повышенного риска развития рака эндометрия и диагностировать аденокарциному на ранних стадиях. В ретроспективном исследовании в Италии с участием около 300 бессимптомных женщин в постменопаузе с утолщенным эндометрием более 5 мм, который является критерием в менопаузе, пациенты проходили гистероскопию с биопсией и была оценена чувствительность и специфичность прогностическая ценность данного метода именно в менопаузальном периоде. На графике видно, что это высоко в отношении карциномы в отношении карциномы этот метод обладает практически стопроцентной чувствительностью и специфичностью и отрицательная прогностическая ценность также 100%. Поэтому были сформированы рекомендации, по которым каждая пациентка в постменопаузе с толщиной эндометрия более 5 мм по данным ультразвукового исследования должна пройти дополнительное обследование в объеме гистероскопии, которое должно рассматриваться как обязательный метод исследования, позволяющий визуализировать всю полость матки и выполнить прицельную биопсию. Причем даже при гистологическом гистероскопически визуализированном неизмененном атрофическом эндометрии биопсия должна быть выполнена. В репродуктивном возрасте все эти манипуляции направлены на то, чтобы сохранить женщине орган и позволить ей исполнить свою репродуктивную функцию. Поэтому существуют и сформированы показания к органно-сохраняющему лечению при атипической гиперплазии эндометрия в диапазоне при атипической гиперплазии эндометрия карциномия инсид у тела матки и рак у тела матки первая остадия с минимальной инвазией миометрия. Это в первую очередь заинтересованность пациентки в сохранении репродуктивной функции. Отсутствие инвазии в миометрии по данным УЗИ о лучшей МРТ с внутривенным контрастированием высокодифференцированная форма наличие условий для полной прицельной резекции патологического очага локализация в полипе экзофитная форма возможность резекции миометрия и возможность проведения дивантной гормонотерапии тщательного гистероскопического мониторинга именно гистероскопического мониторинга каждые 3 месяца в течение проведения лечения и полноответно комбинированное лечение это резекция патологического очага и гормонотерапия составляет около 77% но частота рецидивов уже полного ответа также является достаточно высокой от 19 до 46% по разным источникам и даже высокий уровень рецидива наводит на мысль что главной задачей консервативной тактики лечения является отсрочка радикального лечения для реализации репродуктивной функции особенно при диагнозе уже имеющемся диагнозе ракотеломатки первая стадия поэтому гинекологи задают очень часто этот вопрос и мы настаиваем что сразу после завершения этапа лечения комбинированного лечения гистероскопия и гормонотерапия нужно направлять пациента к репродуктологам для реализации вспомогательных репродуктивных технологий потому что мы часто сталкиваемся с тем что пациентки не успевают и возникает рецидив заболевания когда уже консервативной тактике не идет речи очень актуальный вопрос часто задаваемый существует ли диссеминация раковых клеток в брюшную полость при выполнении гистероскопии многие ограничивают использование данного метода в связи с этими рисками это объясняется транстубальным рефлюксом раковых клеток эндометрии и да он есть многими учеными проводились исследования и есть данные о том что диссеминация происходит однако чтобы минимизировать риск выполненной исследовании чтобы минимизировать риск распространения рака гистероскопию следует проводить при внутриматочном давлении не более 80 мм ртутного столба и как можно по возможности сократить время самой процедуры однако недостоверных данных подтверждающих связь между предоперационным гистероскопическим исследованием и худшим прогнозом у пациентов с раком эндометрия нет оснований избегать диагностической гистероскопии у пациентов с предполагаемой раком эндометрия особенно на ранних локализованных стадиях и продолжительность гистероскопии положительная перитониальная цитология никак не влияет на показатель пятилетней общей безрецидивной выживаемости это было доказано в ретроспективном исследовании в 2011 году облица эндометрия да или нет к применению абляции эндометрия в онкологии даже при атипической гиперплазии эндометрия очень осторожное отношение и несмотря на высокие показатели наступления аминореи и улучшения качества жизни данная технология не может обеспечить полную и стойкую деструкцию эндометрия и доказана возможность наличия остаточных патологически измененных тканей даже при лечении простой гиперплазии без атипии методом амбляции риск развития аденокарцинома в среднем составляет 1% поэтому амбляция не является методом выбора а может быть использована только при абсолютных противопоказаниях со стороны соматической патологии и противопоказания к гистеректомии и гормонотерапии если уж она выполняется то предпочтительная электрохирургическая абляция эндометрия в сочетании шариковой коагуляции при решении выполнять данный метод пациентка должна быть четко инструктирована по поводу возможности тщательного последующего контроля при этом ультразвуковое исследование не всегда эффективно а именно необходимо выполнение контроля гистероскопического аспирационная биопсия эндометрия после абляции не является информативным методом диагностики и применение ее бессмысленно ну и последний слайд я очень быстро основной одной из основных задач и успешно реализуемых в амбулаторной онкогинекологии это дифференциальная диагностика я здесь привела пример трех клинических случаев когда визуально совершенно неизвиненная шейка матки но поцитологически были клетки неясного генеза конизированной мы получили метастаз меланомы только после этого мы нашли первичный очаг и пациентка получила комплексное лечение вот эти образования мы извлекли удалили хирургически из влагалища пациентки они исходили из боковой части влагалищной влагалищной части шейки матки это около 10 и 4 сантиметров мы сталкивались с таким впервые пациентка была прооперирована амбулаторно и ушла быстро домой но это оказались миоматозными узлами и в данном случае дифференциальная диагностика проводится между меланомой больших половых губ или атипическим не атипическим а невусом вот поэтому амбулаторная гинекология это не просто очень важно но и интересно спасибо за внимание спасибо